Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в литературной гостиной мы будем говорить о литературных юбилеях. Дат очень много, писателей, земляков у нас предостаточно, о них рассказывает журнал «Симбирск» и, конечно же, журнал «Мономах». Начну с самой важной даты. 255 лет нашему великому земляку Николаю Михайловичу Карамзину исполнится в декабре. И уже в декабре, 12 декабря, состоится большой праздник. Это будет праздник Николая Михайловича Карамзина и журнал «Мономах», на котором соберутся друзья нашего издания. И, конечно же, будет вручена главная премия года «Шапка Мономаха». А сейчас мы продолжаем наш разговор. Я хочу предоставить гостя нашей программы. Это Сергей Борисович Петров, наш член редакционного совета и человек, который с первого дня дружит журналом «Мономах». И печатается очень активно в «Мономахе». Ну и наш незаменимый краевед и общественник Сергей Борисович. Очень рада вас видеть сегодня. И, я уже сказала, наш разговор будет посвящен крупным юбилейным датам. Конечно же, «Мономах» в первую очередь рассказывает о наших классиках. И вот вам слово о самых ближайших юбилеях, которые мы отразим в журнале. Большое спасибо. Прежде всего, нас ждут в 2022 году крупные юбилеи. Круглые, 200-летние. Это 200 лет со дня рождения писателя, искусствоведа, путешественника, педагога Дмитрия Васильевича Григоровича, просто нашей гордости. Второй тоже 200-летний юбилей уникальнейшего человека, знатока древнерусской письменности, культуры, старобрядца. Это Шибанова Петра Васильевича. Я еще раз остановлюсь на этом. Также 210 лет со дня рождения и Гончарова, и Аненкова. И вот как раз шестой номер уже начинаем. Да, мы уже начинаем публикации к этим датам для того, чтобы учителя, наши главные читатели, могли сориентироваться и подготовиться к этим датам. Совершенно верно. Вот первая дата уже в шестом номере отмечается. Это 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича. Я могу, как позволите мне об этом говорить? Вы, как автор, можете о нем рассказать подробнее. Сейчас можно рассказать. Спасибо. Да, немножко, конечно. И вот что же пришлось с чем столкнуться. Сначала я поговорил с директором литературного музея имени Даля в Москве Дмитрием Баком. Я говорю ему, пожалуйста, вот 200 лет нашего земляка, давайте отметим в масштабах России. Он говорит, ну, пожалуйста, вы и отмечайте, потому что я вам даю гарантию, сейчас Григоровичем никто не занимается. Ну, вот так бывает. Ну, скажем, очень гордятся и писатели, и географы, и художники. А бывает, а бывает так. Тем более всегда нужно, чтобы земляки проявили инициативу, те, кто гордятся. И что, к чему же это привело? А вот мы образовали небольшую группу, в том числе, хорошо вам туда вошла, хорошо вам известная Даранова, Ольга Николаевна, да. И стали письма писать. Куда? В Эрмитаж. Потому что оказалось, а потом выяснили еще одну подробность, оказалось, что он один из авторов первых путеводителей по Эрмитажу, Григорович. А потом выяснилось, что его мама с мужем, они убежали из Франции в Россию, они привезли большую коллекцию картин, которые у них приобрел Эрмитаж. И вот мы сейчас выясняем, какие же картины. Это было неожиданно для Эрмитажа, потому что не знает многое, но не все. Им придется выяснять, что это опять семья Григоровича и, в общем-то, его мамы доставила сюда эти картины. Ну, у бабушки, наверное, да? Это же Мари Лиданзюк. А, извините, да, вы меня поправили совершенно правильно. Седоний, да? Совершенно верно. В Армо. Вот они привезли с мужем сюда эти коллекции. Там написано, малые голландцы. Нет, вообще голландцы в основном. А мы думаем, а вдруг Рембрандт? Все может быть. Это мы сейчас так вот думаем. Я недавно прочитала о том, что был период, когда Рембрандта просто забыли. Тоже бывает. Потому что бывает, вдруг модный художник, вот все ему интересуются, а потом отходят. Дальше я написал, в русский музей мы написали. Там удивительные вещи открылись, что там хранятся изображения многочисленные нашего Григоровича, потому что его очень любили. А почему я скажу? Да, и художники могли писать. Там и скульптурные портреты, там и больших художников портреты. Мы так знаем Крамского, его знаменитый портрет. И другие тоже писали. Почему? Потому что жизнь Григоровича, его деятельность, она денется на две сферы. Это литература. Он действительно был современник огромного количества писателей. О нем отзывались очень высоко. Лев Толстой. Уж куда выше такой часто очень критический, относившийся к писателям. Например, к Достоевскому он очень критически относился. Но что о Достоевском? Оказывается, Григорович одобрил его первые встречи. Бедные люди. Да, одобрил, восторженно прибежал. А в другом, вот позвольте отзыв мне привести. А уже, когда он был зрелым мастером, он, что называется, взял под свое крыло, одобрил Чехова. И вот Антон Павлович написал 12 января 1888 года, молодой Чехов писал Григоровичем. Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни вас, ни Тургенева, ни Толстого. Как не забудут Гоголя, вымрут и забудутся люди, которых вы изображали. Но вы останетесь целы и невредимы. Такова ваша сила, и таково, значит, и счастье. Вот и Чехов правильно оценил. Между прочим, занимаясь уже Константином Станиславским, Константином Сергеевичем, я нашел, что молодой тоже уже Станиславский в самых почтительных выражениях просил разрешить ему поставить пьесу Григоровича «Замшевые люди». И причем тогда ведь театр был каков, не было ни телевидения, ни радио, ничего. И все время очень часто меняли репертуар. До того, что об этом очень много написано, актеры путали роли все время, забывали слова. И вот он поставил, он думал, четыре раза поставлю Станиславский, получилось шесть с успехом. Да, вот он поставил. У нас, кстати, не варящие ульянские не поставили. Да. И вот он занимался литературой, а потом такой рубеж наступил, ему показалось, что он очень написал хорошие вещи, но какой-то нужен перерыв. И он совершил путешествие на корабле «Ритмизан». Причем длилось оно долго. И он написал именно путевые заметки, блестящие совершенно, великолепные написал корабль «Ритмизан». Причем также прямо написал, что он плывет по стопам Гончарова. Гончарова, да. Почему мы его и сравниваем с Гончаровым часто. То есть и здесь, пожалуйста, поэтому к нему имеется интерес русского географического общества. Он проехал вокруг Европы, приставали они к Балестине, там где-то, потом, конечно, мимо Греции, в Черное море, в Одессу. И сейчас вот русское географическое общество, наше в особенности отделение, собирается отмечать достойно тоже его 200-летие. Сергей Борисович, а вы не знаете, в школьной программе «Гуттапирчевый мальчик» сохранился, читает где-то его? Ну, вы знаете, а может, и нет. Может быть, и нет. Ведь мы выросли, да, на этом произведении. О, что вы, а фильм какой мы смотрели. Да, да, это чудо. И он цветной, полнометражный. Причем, сразу скажу, что очень добрые наши и прогрессивные люди из нашей комитета, или как они теперь называются, по кинофикации, да, предоставили право бесплатного показа фильма, где снимались отличные актеры, такие как, например, Стриженова, вот, мастерица такая, и так далее. И они могут показывать по всем местам, где есть киноустановки. Пожалуйста, пожалуйста. Вы знаете, я заглянула в интернет на страничку тульских крыведов. И мне было очень интересно, и даже смешно прочитать, что автор удивляется, откуда у человека, выросшего во французской среде, которого воспитывала мама и бабушка француженки, не знавшие русского языка, откуда у него такая тяга. Ну, и знание русского языка, и знание русской жизни, и сочувствие, да, вот это народничество. А мы-то, вот ульяновцы, симбиряне, мы-то прекрасно знаем, что в среде Ивашевых, да, где долгое время находилась бабушка Мария Ледонтью, ведь там какие были прогрессивные взгляды. Даже Мария Ледонтью оказалась в Туринске среди декабристов. И вот это всё, я не думаю, что там французская тема была важна, конечно, это народнические взгляды, они передались от бабушки, от мамы. Вы знаете, его, знаете, как причисляют к пионерам натуральной школы. Натуральной школы. И он был до такой степени, я вам скажу, реалист, что он боролся за, ну, за правду в живописи. И есть особое отношение его с Павлом Третьяковым, когда он не советовал ему покупать вот такие, ну, уже импрессионистские вещи, да, что он хорошо не послушал. Ну, вот я скажу, что, прочитав воспоминания Юнкера о детских годах в журнале, старинном уже, так вот, он пишет, что вот незнание матерью русского языка сильно преувеличено. Да, конечно. Очень сильно, она очень хорошо говорила по-русски. Я не думаю, что говорили о русском. Ну, бабушка, понятно, может быть, с акцентом сильно говорил, но тогда знание французского языка открывало все двери наверху, чтобы им было очень нужно для связи, когда она его устроила в инженерное училище. И что же, вот он поучился, показал способности к живописи, но там очень высокие были требования, он ушел, себя попробовал на театральной сцене. Бабушка его устроила в инженерное училище, но и там дело не пошло. Нет, там суровые тоже были нравы, он, в конце концов, поучившись, значит, ушел. Но что, его так получилось, что его избрали секретарем общества поощрения художников, где он прослужил 20 лет. Поэтому, написав прекрасные литературные воспоминания, он не стал писать именно вот такие воспоминания. А почему? Потому что в наших руках не опубликованы еще его ежегодные отчеты о проделанной работе. Это мы должны издавать, это мы будем актовать. И очень много письма он написал. Они лежат и в музее Бахрушина, и в том же музее, русском музее, и во многих местах. И вот, сделав очень много хорошего для нашего образования, для развития декоративно-прикладного искусства, для живописи. Между прочим, у него и своя была хорошая коллекция. Так вот, он же выезжал за границу по заданию императора, к примеру. Он ездил в Париж. Но особая его страница жизни – это связь с иностранными писателями, с Александром Дима-отцом. Ведь он стал, как Авдотья Панаева написал, нянюшкой, когда приезжал в Россию Дима. Да, да, как-то сюда Дима приехал, нянюшка Дима. Да, замечу, что Дима, когда плыл по Волге, вспомнил и Симбирск. Просто он писал Симбирск и Самару, мы прошли ночью, вот это нам не повезло. Ну, мы знаем, что его и не пустили, жандармерия ведь перекрыла ему возможность остановиться. Есть такие документы. Да, есть, да. И он, между прочим, имел рекомендательные письма в Симбирск, Александр. Ну, в общем, а что дальше? А дальше, оказавшись в Париже, что у меня очень интересное впечатление было. Он ни словом не написал, вот я приехал на родину предков. Он был там русским человеком. Русским человеком, да. И посетил сына Дима. Ну, это невозможно, когда его письма... Давайте мы напомним зрителям и нашим читателям журнала «Мономах», что ваша подробная статья будет опубликована в шестом номере журнала «Мономах». Да, спасибо вам большое. И там же у нас будет статья об Анненкове, да? Да. Немножечко скажете? Да, вы знаете, мы в очень большом долгу перед Анненковым, Павлом Васильевичем. Потому что его памятник как не увековечен. Ведь только совсем недавно, летом, благодаря Илье Таранову, и писателю, и предпринимателю, мы смогли съездить в село Чирикова и там поставить столб. Но это литературный, но это там очень маленькое село, там мало кто бывает. Вот. Здесь ни библиотеки нет, ни центра нет изучения. Вот. Хорошо, у нас вот есть один человек, который глубоко занимается. Это Светлана Александровна Кельдюшова, вот сотрудник Дворца книги. Вот она написала тоже очень толковую статью. И очень радостно, что она вот доказывает. Да, это 12-й год, 1812-й год, а не 13-й, хотя тоже есть колебания. Посвольте рассказать о Шибановых тоже, да. Да, конечно. Дело в том, что будет 200 лет со дня рождения Петра Васильевича Шибанова. Он родился в селе Лава, ныне Сурского района. И мне, я призываю культурную общественность Сурского района, хорошо отметить эту дату и тоже увековечить в виде названия улицы или какого-то другого культурного объекта. Там это было коренное старобряческое село. А чем характеризуется старобряция? Повышенная грамотность. До 95% старобряцев были грамотные. И поэтому он оказался одаренным юношей. И князь Гагарин его отпустил на волю. И он, что называется, быстро записался в Корсунские мещане. И как-то вот ему удалось. И уехал в Самару, которая тогда тоже была уездным городом Симбирской губернии. А оттуда, в конечном итоге, он перебрался в Москву. Но он постоянно приезжал на симбирскую ярмарку, где продавали книги. А был такой тонкий специалист. Он по бумаге, по ее фактуре, по цвету, по шрифту, ну, всевозможным другим специальным таким признаком он определял, какой век, кто писал, не подделка ли. Потому что уже научились в подделке писать, чтобы подороже продать. И у него консультировались профессора московские. Вот такой. И как бы пик его карьеры был. Он открыл, там так получилось, магазин на Никольской улице в Москве. Это та, которая от Лубянки идет на Красную площадь. Это без него изучение полиографии нашего такого специального наследия. Причем он и по крюкам мог читать. Вот это вот была нотная, это не было грамоты. Он читал и крюки. Ну, не то, что не было. Она уже была, но в старообрячестве крюковое пение оставалось. И нотная грамота оставалась только на крюках. Вот я и говорю, он в этом разбирался. Это не всем дано, что он понимал. Поэтому мы должны им гордиться. Вот сейчас он тоже в Туне. Хотя в интернете есть. Писал Александр Николаевич Блохинцев. Очень радостно его вспомнить в книжке. Все должны прочитать эту книжку. Называется «Жизнь из лета» оставили своей. Издал не меньше трех или четырех. Это уже, хоть и переиздавалось, но все-таки это библиографическая редкость. Но в библиотеках есть. Востребована книга. Да, да. И я вот планирую, сейчас я буду агентировать, несмотря на какие-то трудности, чтобы какое-то заседание, конференция была. И памяти, соответственно, Григоровича. И памяти. Потому что празднование юбилеев – это всегда было средство продвижения чтения, литературы, внимания. Но, конечно, мы не забудем и Кончарова, которому будет тоже 210 лет. Со дня рождения. Ну вот давайте мы напомним нашим читателям и зрителям программы, что мы объявляли в Мономахе конкурс, связанный с Далем. С Далем, да. С дорогими нам названиями и словами. Да, вы знаете, и вот пришла идея, отпираясь на современные, а я мечтал давно, потому что вот так листаю, листаю, а попадают в симбирские слова. Это же гениальный, огромный труд был, потому что он отмечал, откуда, какое слово попало в словарь. И мы набрали таких слов 350. Это заставляет писать и писать, потому что... Аптически симбирский словарь Даля. Да, совершенно верно. И вот среди этих слов оказались слова, которые характеризуют личностей. И эти прекрасные слова, они подходят для многого. Вот скажем, я только покажу, вот как это выглядит. Это второй номер. Поэтому в библиотеках вы можете взять. И конкурс объявлен до 1 апреля 2022 года. Каждый может пофантазировать в своё удовольствие. А нарисовать или... Да, нарисовать. А то некоторые девочки, скажем, принцев рисуют или там каких-то героев. Да. А могли бы нарисовать наш... Вот смотрите, кто такой Балян? Балян – это Краснобай, байщик, рассказчик, знающий сказки, песни, духовные стихеры. Но он зрелый. Я мыслю его, и другие должны мыслить, как всё-таки человек 40+, который уже много знает, может, с единой в волосах. А вот молодой парень – это Балян, Краснобай, потешник, через опишица, молодец и забавник. Вот он у нас. А вот он у нас здесь, видите, это единственный экземпляр, который изготовил мастер Владимир Андреевич Ланько. Кстати говоря, полковник в отставке, но он на все руки мастер. А что... Ребятку же он, да, изготавливал. Да, вот уже объёмная. Теперь уже Балян у нас. Да, Балян вот у нас уже есть один. Но кого бы хотелось получить? Красивый. Да. Кого бы хотелось получить? Вот есть русское слово, симбирский записанное. Солоща, охотник досытного стола и хороших напитков, жадный едок и уже отрицательная характеристика – обжор. Мордастенький такой, да, должен быть? Значит, его можно изобразить в виде какого-то Стива Обломова, такого тончёного дворянина, который действительно не напивается, не объедается, но любит хороший стол, напитки, да. Можно пошутить, изобразить толстяка такого обжора. То есть масса возможностей. А я хочу вытеснить, ну не вытеснить, конечно, но предложить очень слово «Солоща» для названия магазинов и ресторанов, самое главное. Ну зачем «Гурман» писать, когда можно писать «Солоща»? Так люди же не поймут, Сергей Борисович. Почему? Для этого человек должен читать журнал «Мономаха», чтобы понимать и знать. Ну конечно, он должен читать «Мономаха», обращаться непосредственно к словарям, вот к Далевским словарям. Нет, у нас народ чувствуется с точки зрения предпринимателей, по-английски здорово понимает, по-авулянски походит, да и по-китайски понимает, и по-японски. А почему бы им по-русски не понять? Да. Хотя вывески такие, что француженка недавно приезжала, она просто спросила преподавательницу, коллегу французского языка, где тут Россия? Вот она прошла по нашему языку, где у вас Россия? Ее уже она исчезает. Почему у нас так Вова или Ахметовы, вышедшие из деревни, думают, что если он на лавке по-иностранному не напишет, то это будет второсортная лавка? А если по-английски, то это будет первый сорт. Или, допустим, очень тоже сатирический такой персонаж, шныра, шнырь, пролаза, пройдоха, проныра, соглядатый и сплетник. Вот такой. Собственно говоря, положительных характеристик таких нашлось мало. В основном народ припечатывал отрицательный персонаж, но это очень интересно тоже. Так что все, перейти до 1 апреля. А сейчас... Но мы принимаем на конкурс не только изделия, это очень сложные конечные, а рисунки. Ну, давайте напомним, что у нас есть библиотека имени Даля. Там можно журнал наш почитать. 12-я библиотека на Нижнем Террасе. Да, 12-я имени Даля, да, за Болжье находится. И там сейчас детки рисуют вот этих персонажей, насколько они их себе представляют. Но пока не присылают, но, наверное, стесняются. Ну, да, да. Пока еще стесняются. Мы держим руку на пульсе, я думаю, будут эти рисунки у нас, и, может быть, изделия даже. Да. Знаете, я вот вспоминаю, у нас была в журнале, в редакции работала распространитель. И когда она продавала Мономах, она обращалась к людям с вопросом. Вы интеллигентный человек? Ага. Тогда вы не можете обойтись без этого издания. Прекрасно, прекрасно. И люди, конечно, откликались на это. И каждый из нас себя мнит интеллигентным читающим человеком. Никто не скажет, не признается сегодня, что темный, не читающий, не знающий ничего. Но, тем не менее, все-таки хочется, чтобы наша читающая публика омолаживалась. Портфель редакционный, полнится, полнится. И вот знаете, что меня удивляет? Мы еще не сказали ничего о предстоящем юбилее Гончарова. Казалось бы, такая старая тема, так много публикаций было. И меня спрашивают, неужели еще что-то можно новое написать? Работают люди, работают, пишут. И к героям Гончарова всегда с новой стороны подходят и выискивают какие-то очень важные моменты, которые мы по каким-то причинам, может быть, пропустили при чтении. То есть исследования продолжаются, и открытия есть, и ждут нас. И в июне, конечно же, будет подготовлен специальный номер, посвященный Гончарову. Да, позвольте еще несколько отзывов иногородних привести. Вот мы гордимся тем, что нашу первую школу окончил замечательный литератровед, критик Игорь Золотовский. Да. Автор и книг, и множество статей, и телепередач. У него имеется супруга, супруга довольно суровая, потому что она все время его защищает, а ему исполнилось 90 лет. Мы его поздравляли. Так вот, она его защищает. Я послал журнал «Мономах», получил отзыв. Это надо же, такие грязные имена. Времена есть такой чистый журнал. Вот такой суровый отзыв. Или, допустим, мы же не только пишем о писателях, а о выдающихся ученых, изобретателях. Вот, скажем, был Борис Иванович Губанов, изобретатель ракеты, очень сложно. Мы опубликовали биографию. Я послал, а биографию написала сестра Людмила Ивановна. В Петербурге она живет. Тоже послал я этот номер. Она тоже написала, какой хороший у вас журнал. Не везде такой встретишь. Ну вот, ну что же, сейчас какое-то время, может быть, люди хотят читать что-то в интернете, но это не то. Это маленькие экраны, это прыгающие строки. Это тогда, когда нельзя закладку сделать, вернуться. Нельзя монографический журнал так читать. Вообще-то, я вам скажу честно, я просто удивляюсь, что выходит наш журнал, бьет ключом жизнь все-таки, не умирает. Спасибо учредителям, нашему правительству. Это необходимо, это важно. И, знаете, я хочу обратиться к зрителям, прежде всего, наверное, к учителям. Пишите. Некоторые просто боятся, думают, что, о, такой элитный журнал, попасть на страницу очень сложно, но я всегда отвечаю всем, кто пишет на электронную почту, и мы договариваемся о публикациях, и любой человек простой, который рассказывает о своем роде, или рассказывает учитель о своей работе, о своих каких-то находках литературных. Конечно же, мы с удовольствием это опубликуем. Да, конечно, мы сверху как бы посылаем сигналы. Вот вам, пожалуйста, готовый текст даже, можете дальше искать, развиваться. И везде, где в районах живут выдающиеся люди, там, в первую очередь, нужно упоминать их. Конечно, конечно. Да. Ну что ж, Сергей Борисович, спасибо вам большое, что вы откликнулись, пришли, да что вы. Рассказали о планах, о будущих статьях в журнале «Мономах», и, конечно же, так хорошо продвигали этот журнал. А мы с нашими друзьями журнала, с читателями обязательно увидимся на нашем празднике. И приглашаю вас на встречу 12 декабря и на торжественное вручение шапки «Мономаха». А можно похвалиться? Я настолько свой, что эти вы мне вручили шапку «Мономаха». Я этим очень горжусь. Да, да, вот нужно было с этого и начать, конечно же. А, ну ладно, уж извините, напомню. Да, да, Сергей Борисович – обладатель шапки «Мономаха», и уже многие краеведы имеют эту замечательную награду, гордятся ей. И даже когда не было денежного вознаграждения у этой премии, люди очень гордились этим семейером и хранят его дома. Да, и очень красивая, между прочим, шапка декоративная. Это же произведение декоративно прикладного. В общем, все удачно. Да, спасибо всем. До новых встреч. Читайте нас. Субтитры создавал DimaTorzok